Уважаемые жители столицы, сегодня мы хотим познакомить вас с командой Муниципальный совет Кишинева от партии коммунистов. Мы не случайно собрались около этого места. Оно олицетворяет хаос, разруху и беспредел, творящийся в нашем любимом городе Кишиневе. Ведь в городе накопилось уйму проблем. Это разбитые дороги, это беспредел чиновников, это коррупция. Мы пришли сюда, чтобы представить нашу предвыборную платформу партии коммунистов. Сейчас я хочу предоставить слово самому значимому кандидату в муниципальные советники, который был не один срок в муниципальном совете и сделал многое для горожан, Валерию Васильевичу Павлову. Уважаемые кишиневцы, дорогие коллеги, уважаемые средства информации. Та кампания, которая уже началась в Кишиневе и которой мы все четыре года ждали, не предвещает ничего хорошего ни для горожан, ни для самого города. То, что мы собрались здесь, это символично. Символично, потому что здесь я когда-то жил малышом, когда был еще полквартала отсюда. Здесь было немецкое кладбище, и везде здесь кости погибших немцев, хороших, плохих, фашистов и олицетворяющих немецкий народ. Но здесь все на костях. И вот этот кинотеатр, один из первых в городе нашем, встречен был с кишиневцами того времени с большим энтузиазмом, с хорошим настроением. И многие сюда приходили, приезжали не раз. И вот теперь мы уже несколько лет наблюдаем, как его потихонечку разрушают. И не просто так разрушают, а со значением. Значение здесь заложено, кроме того, что унизить сегодняшних жителей, унизить и наше прошлое. С прицелом на этот памятник. И вот мы теперь добрались до кампании, пожалуй, самой большой кампании местной выборы города. Подумать только, 20 человек изъявили желание быть зарегистрированы кандидатами в мэры. Пожалуй, такой смешной и никчемной кампании еще у нас никто и не видел. Начиная от бывшего прокурора города и заканчивая сегодняшним министром внутренних дел. Много внимания вы посвящаете и люди все предвыборной кампании. Однако, если честно сказать, то голосовать в этой кампании не за кого. Во всяком случае, в кандидатах в мэры нет ни одного человека, который бы соответствовал тем требованиям, которые предъявляются для мэра столицы. В общем-то, всех кандидатов кто-то разбил на две части. Левые и правые. К левым отнесли почему-то одних социалистов. Больше у нас, оказывается, нет никого левее и справедливее. И правые. Правые, которые всегда грызлись и грызутся и сейчас. Но и те, и другие олицетворяют полнейшую некомпетентность, дремучую безграмотность и безкультуре. Ожидать от них чего-нибудь путевого для города нечего и не стоит. Я позволю себе несколько критических замечаний в адрес программы Иоанна Чебану. Которому уже сейчас предписывают победу чуть ли не в первом туре. И называют самым лучшим. Этот человек, имея, в общем-то, и высшее образование, и подтверждения еще какие-то там на каких-то курсах повышения. На самом деле, ни в чем некомпетентный человек. Если посмотреть его программу личную и программу его кандидатов-советники, то это сплошная безграмотность. Кишинев давно страдает от проблем в строительстве. Вернее, строительство у нас идет. И идет быстрыми шагами. А вот что получится из этих строек, непонятно. Моя жена, не очень знакомая с этой проблематикой, строек, говорит, не дай бог только землетрясения средней величины на нашей многострадальной земле. Как посыпятся эти домишки, и сколько людей будет жертв, никто не знает. Почему? Да потому что вопросом качества, чего бы это ни было в нашем городе, не уделялось никогда и нигде. Я приведу в пример бывшего главного строителя города. Мистер Грозава был такой заместитель. Недавно только его, вроде бы, прикрыли чуть-чуть. Я его спросил, а сколько строительных лабораторий существует в городе или в республике? Если где-то проверяется ли качество ремонта дорог, строительства новых, где это делается? Значит, ни одной строительной лаборатории в республике, оказывается, нет. Есть те, что выпускают продукции, и нужно поставить штампик на качественно изготовленный асфальт, бетон, раствор и так далее. А если спорный вопрос, он мне ответил, а мы в Одессу везем образцы, там проверяют. Это звучит как анекдот, потому что все, что связано с Одессой, это, во-первых, жульничество, во-вторых, даже смешно. И вот примерно такого же уровня ответы и программа Иоанна Чебану. Строительство ООН тоже уделил внимание и сказал в своей программе, что, прежде всего, всех пересажает, кто будет, по его мнению, непорядочный. А кто останется, тот, может быть, будет работать. Во всяком случае, сказал, что будет лично тестировать работников премарии. Как он собирается тестировать, мы, в принципе, знаем, потому что его партия во главе с Дадоном в свое время протестировала президента Тимофтия, который четыре года как мышка просидел и втянул в страну нашу еще более глубокое болото. Вот так будет тестировать Чебану. Как анекдот выглядит его похвальбы, что по предложению советников от фракции сделано то-то, 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 что чуть ли не весь город построен. И кульминация всего это мураморная лестница на Валя-Мореву, которая была построена, кстати, за деньги румын, и подготовлена эта стройка была раньше, и построена она была до смешного. Во всяком случае, Чебану это так характеризовал. Построили, но забыли людей с особыми, с особенностями физическими. Вот, говорит, мы сейчас придем и организуем второй этап для того, чтобы туда могли попасть дети, дедушки, бабушки, короче говоря, жители. Это напоминает тот анекдот, когда большой начальник обещает построить бассейн, а если мы будем хорошо себя вести, то тогда и воду туда пустят, можно будет прыгать с вышки. Проблем в этом городе с каждым днем становится все больше, и они и будут расти. Это жизнь. Но желательно, чтобы кишиневцы, все мы подумали, прежде чем проголосовать за того, кто предлагает себя и кто себя рекламирует. Кто больше всех рекламирует, тот и не годится. Я мог бы говорить часами на те проблемы, которые у нас существуют, и как они должны решаться, эти проблемы. Единственное, что нужно, это только воля и желание кандидатов или действующих мэров, советников. Я вижу, пока вижу в Кишиневе только нашу фракцию, которая в состоянии решать вопросы всего комплекса, что накопились в Кишиневе. И прошу кишиневцев поддержать нас. Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Республики Молдова Алла Казимировне Миронник. Уважаемые кишиневцы, уважаемые ветераны войны, ветераны труда, пенсионеры, позвольте прежде всего в канун Международного дня пожилого человека, который отмечается в последние годы по инициативе Организации ветеранов Республики Молдова и поддержке партии коммунистов у нас в Республике Молдова. Пожелать вам всего самого доброго, пожелать здоровья, сил и активного участия в том, чтобы город Кишинев действительно был столицей, столицей белым городом. В 1999 году, когда впервые фракция коммунистов победила в муниципальном совете, наши ветераны все без исключения по нашей инициативе ездили бесплатно в общественном транспорте. Кроме того, социальная структура города помогала ветеранам, пенсионерам, оказывая ей материальную помощь для лечения, для санаторного лечения. Мы находимся с вами на развалинах кинотеатра, который вначале назывался «40 лет Волк СМ», а затем «Гаудиамус». Именно это был центр для наших людей, для наследников победы, где мы могли поделиться своими впечатлениями, где мы приглашали руководителей министерств и ведомств, которые информировали наших пенсионеров о том, как они заботятся о людях третьего возраста. Но сегодня это разруха. Наши избиратели внимательно знакомятся с программой, которую предлагает партия коммунистов Республики Молдова. И вы заметили, что в кратком изложении, которое всем нравится, именно говорится о том, что этот город может быть городом для каждого, для молодого, для пожилого, для человека среднего возраста. Если вы поддержите эту программу, если вы активно включитесь в предвыборную нашу работу, то, безусловно, вы убедитесь, что именно коммунисты – это те, которые до конца идут к своей цели, которые во главу угла ставят заботу о человеке. Мы ждем вас на избирательных участках и надеемся на вашу поддержку. Слово предоставляется работнику кирпичного завода Георгию Макану. Георгию Макану. Георгию Макану. Георгию Макану também адекватит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С чем ассоциируется Кишинев сегодня? Это строительный хаос, очень часто с частичной, а то и полной ликвидацией зеленых зон. Это транспортный коллапс, это грязь, вонь, разруха на улицах нашего города. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, это чехарда тарифов, которые не учитывают тотальное обнищание населения. Это одновременно халатность, равнодушие, алчность чиновников, которые используют свое служебное положение для единственной цели, для своего личного обогащения. Это постоянный обман, это манипулирование сознанием людей, это насаждение этнической, религиозной, политической, языковой ненависти друг к другу. Все это вместе взятое привело к тому, что наши граждане сегодня чувствуют бессилие изменить ситуацию к лучшему и не верят в то, что это возможно. Когда я думала о том, каким был город Кишинев еще 20 лет назад, мне становится очень больно и обидно, потому что в течение последних лет так называемых демократических реформ этот город из цветов и камня превратился в трущобу. Это та столица, которую менее всего желают посетить иностранные туристы. Как педагог по образованию я не могу не отметить еще один момент. У нас сегодня в Молдове много партий. Они все обещали и продолжают обещать решать проблемы детей, учащихся студентов. Но если вспомнить новейшую историю Молдовы, я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Только период, когда у власти была партия коммунистов, реально решались проблемы детских садов, школ и вузов. Все это вместе взятое и привело меня к решению принять участие в электоральной кампании как кандидата на пост советника в муниципальном совете города Кишинев. Я уверена, что команда единомышленников, которая существует здесь, у которой есть программа, смогут что-то сделать. Это люди, которые хотят изменить ситуацию к лучшему. И я уверена, что они это сделают. Они сделают то, что никто не мог сделать за последние годы управления Кишиневым. Я призываю вас, уважаемые избиратели, если вы любите свой дом, если вы любите свой город, отдайте свои голоса за кандидатов от партии коммунистов. Муниципальный комитет города Кишинева партии коммунистов принял обращение к горожанам Кишинева. Текст данного обращения зачитает первый секретарь комсомола Республики Молдова, кандидат муниципальной советники Диана Караман. Кишиневым. 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 Майн astonishing. К projectиле и Дорин Киртуакакая, который трансформал Кишиневым корицей дрепту, сэ сэ консидери, чтэцэнь вредничай Молдовей. Ануми а чэщь минчунош, а рунка цара инапой, инсэрэчие, ши деградария. Ануми а чэщься, сэ авыны, спре фотолиул депримар, ши деконсилиер муничипал, ши нуппентру афачи ордена инкапитала, ей ши нуптя весязэ, кумар путьасэ майжефуяскэ бунурэля рамаси инкапитала, иар дупа аста, ка де обичей, сэ ну сэ консидери виноватс де чэва. Сачвалисчэй, ин ультими ани, ау фос чамай нумерасу фрациуне ин консилиум муничипал. Ей ши чэ. Пе тот паркусул мандатулы лор, ей а инвацат дар сэдарничаски чтэнцэлэ. Кишинэл ну са схимбат спре бине, ничко ойотэ. Планул дэ дэзволтаря а муничипиулы, кум нэ экзистат, а шашы ну экзистэ. Лупта им потрива конструкциўлор неауторизацэ, са доведита фи дуар фикциўне. Ша адфел ничкно пута фи. Одатэ чэрэспектива лупта а кондусал ион чэбан, каря кум претинде ла функција депримар. Липса дэ о экспириэнцэ реалэ, ин администрарі, ел инлакуеште ку цыпителе ши промисиуниле гуале. Кишинэу, мот евидент, дучи липса дэ оамени ку експириенцэ, прегатиць дэн пункт дэ ведерэ професионал. Ще ануме, ин риндуле партијуре комуништилор се афлэ специалишти ин доменију администраріи дэстат, капабли се дескопире проблеме ла орашылы ши се ле резолве. Ау демонстрат-о ин тимпул гувернэрии церији декатре чест партијд. Кын днав екзистат милиардарь ши оамени сараў, деуаре че цара троја дупа легиле екитецэй социале, јар чей, каре инкалкаў ацесте леѣ, ераў консидерац криминал. Акум, милиониѣи де љамени ау ънју сараѣ, ліпсиѣ с памынтулуји, јар оў минаѓе стапыни аи веѣи, каре ши-а ён сущит бунуре наѣоанале, континува се си ёмбогајаска пе сеама четотјанилор ъншелаѣ. Ще ёнко ён аргумент, импотрија куји е чео мае мујд дирекционата ресурса административа о потери, каре са дискредитат тоттал пе сине, ше ёсте урыта депроприји четотјень. Чи не ёнтотся чеѣ аў, есте критикат май муўд отыд ла ТВ, кэт ше ин територију церији. Распунсору ёе жуст партиѣиўу комуниѝтелор. Печериме ё уникуў партиѣ дин чели партиѣиў лађгир локале, каре ну суфире де национализм. Тоте челиўалте партиѣи, интран феў саў аўтул, суфире деа часта, ше не контазе деспре че феў динационализм ёсте борба, румын, рус саў аўтул. Да, партиѣул комуниѝтелор не ёсте идеў, а коме ёсте ёл грешел. Дар ёсте чеў май бун динтри тоте партиѣиў, каре кандидеўа ла ађгир локале. Кяар ше не симпатизанцей ноштриде ёль, ин дзямна лумя саўтезе пе череме пентр каўанцелес, ин тимпуль комуниѝтелор, ин цара ёра ордине, ёар Кишинеў деастас аре не воја ануме де ордине. Капитала ноштре нума маў пруця супорта ёксперименце, нич либерале, нич социале, нич дзеополитиче. Кишинеў аре не воја нуде митингур, нуде баталији политиче, че дзе окураценије дженерале. Матураматурарулуў плаця дала миде интриберстриўдзе, каре аў фрментату рашу пе паркурсу дзеченелор. Распунсу муѓ маѓ конвенгатаре декат цепаторији ку мегафање ён мыни. Капитала аре не воја део термидаре кипзуите ё системеѓе а принципалилор ей проблеме, и део солуціонареа лор пе этапе. Де ажуторуў ши спрюженул чео локуўтор конкрец аў Кишинелуў, але кеўрол венидур раман катастрофале ин урма скумпири дин ан ин ан авиецей. Репарацўа друмырилор, а кеўлор декчес, а акуперишўлор спарте, а фацадилор ин веките, модернизаря институциўолор медикале, аграденицўолор декопиў ши школђlor, дезволтаре спортўлуй дз па су масса, солуціонареа проблемеўл buat дин домениѣу транспортўлуй публик, асанареа ситуаўўўўўўўўўўў дин ан араж, каѓе ён буша депутоаре ьчі газіля депешамент. Тот ёо е фарте simplу, дар фарте комплекат пенту поличичјеўн, которые не оценят в мынь, чего мы грел, декит микрофону с бокалом плен на рецепции дипломатичей. Но в принципе есть, что Кишинео не имеет идеи, а не имеет идеи, но не имеет идеи. Партида коммунистов есть идея. Кишинео е украши для всех его локов, для сырати и богат, для автомобилища и пиэты, для тени и ботари, для детей и пыринцы, для говорителей русских и молдовинских. Кишинео е украши уной в нации культуры, бесплатно культуре, с помощью культуре и радостью локови. Кишинео е капитала унистат индепедент, че ну а уни присыпуси провинчи. Кишинео е украши аллеилор, паркурилор ши скваролилор. Кишинео е ун лок комфортабил пентру четацень ши уаспицы капиталей. Кишинео е украш курат. Кишинео е украш фэра корупция. Кишинео е унаш ау менеджментовый професионист щи корект. Ята идея, каре требуя са юняске пи Кишинео ень. Са юняске ин журу партидолу и коммуништилор, каре е гата се апліче интряга са експериенца дедезволтаря фэроритаря а церей «Двард интрунсингу рулок», унде ничо даты, но са афлат лапу цере. Ен Кишинео. Комитет умуничипал ау партидолу коммуништилор дин република Молдова. Благодарим за внимание, хорошего дня и хорошего настроения. Благодарим за внимание, хорошего дня и хорошего дня.